И за решеткой нужно оставаться женщиной. Именно это мотивирует заключенных красиво одеваться, краситься и подобающе себя вести. Спектакль «Пигмалион» практически точно рассказывает историю этих женщин. По сценарию из уличной замухрышки, которая не отличается ни культурой речи, ни манерами, пытаются сделать леди высокого сословия. Да кто на мне женится? Элиза, еще до того, как я закончу ваше обучение, все окрестные улицы будут усыпаны телами безумцев. Актриса, сыгравшая Элизу, в реалии успела заработать репутацию злостной нарушительницы. За время пребывания на зоне девушка получила 41 взыскание, а в женской академии уже стало меняться. Мы все-таки люди, и у нас еще есть возможность освободиться и попробовать себя в разных направлениях. Ну и дают нам эти возможности, соответственно, здесь как-то реализовать себя. Пробуем, стараемся. Здесь девушек учат не только одеваться, ухаживать за собой и правильно говорить, но также шить, вязать, готовить и быть настоящей хозяйкой. Всем нам хотелось бы стать все равно лучше, ну и как-то по возможности сохранить в себе все те добрые качества, да, хорошие, которые они все-таки есть. Ну, если человек оступился, ну, один раз, то, мне кажется, каждый имеет шанс на исправление. По правилам девушкам нельзя курить, материться, разговаривать на повышенных тонах. Эти испытания прошли не все. Сегодня в академии из 54-х человек осталось лишь 24. И я рада, что такие осужденные есть, которые приходят и стремятся, потому что это большая работа, в первую очередь, их самих над собой. Они моя, я только их направляю. И мне очень приятно, что они отзываются, они стараются, они стремятся. Это дорогого стоит. Сегодня нам показали лишь первую часть спектакля. Вторую половину представят в декабре на финале проекта «Женская академия». Тогда же выберут его победительницу.